Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором вы всегда найдете свежие обзоры на все, что появляется на продаже. И сегодня у нас на продаже появился Левчик в легендарном внешнем виде и Шкодан Т27 тоже в своей легендарочке. Я бы сказал, что данный набор является условно годным. Почему условно годным? Потому что не всем данный набор подойдет. Дело в том, что если Лев, это действительно классная машина, которая прощает ошибки и на ней абсолютно спокойно сможет играть любой танкист, даже если вы недавно зарегистрировались, я считаю, что это мастхев в ангаре каждого начинающего танкиста, то Шкода Т27 это действительно очень сложный в реализации танчик и далеко не каждому под силу реализовать весь его потенциал. Здесь у нас в наборе за 11 тысяч две восьмерки. Это в принципе неплохо, даже я бы сказал хорошо. Что можно сказать про легендарные внешние виды? О вкусах, конечно, не спорят, но мне лично, если сам колосс на Левчика очень даже нравится и заходит, то в отношении легендарного внешнего вида на Шкоду здесь ну прям совсем на очень какого-то странного любителя, потому что особо здесь хвастаться нечем. Просто краской покрашенная тачка. Она абсолютно не меняется в отношении визуализации, поэтому не могу сказать, что данный легендарный внешний вид я считаю годным. Если говорим о Иксах, то Икс 5 на Шкоду Т27 получится реализовать хорошо и качественно, пополняя свои копилки элитного опыта. Далеко не каждому танкисту, ну а на Левчике я думаю абсолютно спокойно сможет реализовать по максимуму даже самый криворукий танкист. Открытое все оборудование и в принципе, ребят, на этом все. А нет, зайца забыл, но не считаю это какой-то ценностью в игре, да и тем более, что оказывается это кролик. Ну да бог, с ним кролик или заяц, большой разницы это мне кажется не имеет. Все, больше в наборе ничего нет, поэтому условная годность данного набора. Дело в том, что самого Левчика за 5,5 в составе довольно крутого набора можно периодически в игре купить. Поэтому 6,5 тысяч голды за голую машину, мне почему-то кажется разработчики продолжают праздновать 1 апреля и прикалываются над нами. Но согласитесь, 5,5 тысяч за Левчика в легендарном внешнем виде, да плюс иксы, да плюс открытое все оборудование, но уже гораздо выгоднее, нежели покупать голышом за 6,5. Поэтому покупать его отдельно за 6,5 не вижу никакого смысла. А вот 6,5 тысяч за Шкоду это вполне себе адекватная цена за голую машину. Короче говоря, если подбивать итоги в отношении ценника на набор, то я считаю, что этот набор не является выгодным. В то же время он и невыгодным не является. Это просто обычная нормальная цена для двух этих машин в составе того набора, который дали. Хотя, по моему скромному мнению, было бы неплохо, чтобы сюда хотя бы еще каких-то бустеров насыпали. Ну, хотя бы для красоты штучек по 15 каждого вида эпических было бы неплохо и тогда набор был бы гораздо интереснее. Ну, а так в целом, ребят, определиться будет очень сложно, потому что если вы начинающий танкист, то Лева вам нужен, а Шкода вам не нужна. Если вы не начинающий танкист, то вам явно уже не нужен Лева и Шкода у вас под очень большим вопросом, потому что во многих руках данная машина практически неиграбельна. К Шкоде мы вернемся отдельно в следующем видео и я покажу вам, на что она способна в реальных боях. Посмотрим ТТХ, а сейчас давайте заценим Левчика, которого я в данном наборе считаю безусловным лидером в отношении качества машины и возможности ее реализации. В отношении орудия здесь все очень бодро, все классно, 310 единиц урона может показаться на первый взгляд малым количеством альфы, но при том, что он перезаряжается 8,5 секунд и его ДПМ пускай 2200, но он максимально реализуем, потому что брони здесь достаточно, если грамотно играть. Ну и даже если безграмотно играть, то танчик танкует довольно-таки часто. Я считаю, что показатели по орудию неплохие. Время сведения и разброс сейчас посмотрим непосредственно в бою, ну а угол вклонения орудия вниз минус 8, крайне комфортный и позволяет неплохо отыгрывать от башни где-нибудь за какими-то неровностями, получая непробитие. Здесь башенка слизана довольно-таки круто и в башню данную машину вам вот так вот прямо стоя пробить действительно очень сложно, особенно если вы еще и опускаете орудие вниз, приведенка ваша улучшается. Прячьте нижний бронелист и будет вам, как говорится, счастье. Ну что, берем машину и поехали посмотрим, на что она способна. Итак, ребят, как обычно начинаем с подвижности. Подвижность у Левчика действительно крайне хилая, он еле передвигается по карте, поэтому особо часто менять направление движения не рекомендуется. С учетом того, сколько у него брони, я бы сказал, что вполне себе приемлемый показатель по скорости передвижения, да и плюс к тому, я бы сказал, что это даже больше позитив, нежели негатив данной машины, потому что поскольку данная тачка не является очень дорогой, она является фармером на нашем уровне, у него один из самых высоких коэффициентов фарма, 185 единиц, по-моему, выше ни у кого нет. Короче говоря, самый идеальный вариант для начинающего танкиста, для того, чтобы купить данную прям машину первой, на ней зарабатывать серебро, ну и в принципе не сильно страдать в боях, потому что, как я уже сказал, ошибки она прощает. Ну а ее, я бы сказал, унылое передвижение по карте, по большому счету, в первую очередь не позволит вам упороться и накосячить, то есть приехать куда-нибудь туда, куда не стоило залетать, прям в самом начале боя, ну и соответственно, позволит вам подольше в бою продержаться. Ну и побольше пострелять по вашим соперникам, таким образом зарабатывая большее количество опыта, ну и самое главное, мне кажется, в отношении фарма, безусловно, зарабатывать больше серебра. Сейчас на долю секунды башня Левчика Вражеского появилась в нашем прицеле и, как вы видели, здесь есть действительно брони и очень-очень много, ну вот сейчас он меня, допустим, не пробивает. И это, ребят, довольно часто играет на руку, я уже сказал, начинающим танкистам, которые не совсем знают, как танковать, поэтому достаточно просто где-нибудь вот в таком вот ущелье, не ущелье, ну в такой себе впадинке останавливаться так, чтобы корпус не отсвечивался и дальше играть просто от башни. Нет необходимости ехать куда-то, рашить, это можно сделать немножко позже, тогда, когда соперников хорошенько поразбирают, соперники начнут потихоньку отвлекаться на союзников, которые приехали к ним, начинают с ними танковать, ну и потом уже ваш царский выход. Приезжайте, накидывайте, получайте дополнительный заработок по серебру, ну и, соответственно, радуйтесь тому, что в свое время Левчика купили. Могу ли я рекомендовать Леву к покупке? Да, безусловно, однозначно, если вы начинающий танкист, то тем более, а если вы даже не начинающий танкист, но вам нужен хороший немецкий качественный танк с неплохой броней, который позволяет вам при этом неплохо зарабатывать, ну и периодически расслабляться в боях, потому что особо неспешный геймплей этому крайне способствует, то Левчик создан как для одних, так и для других. Поехали, посмотрим, где наши ПТшки. Наши ребята неплохо справились, на моем счету один фраг, немножечко настрелял, сейчас поремкаемся, ну и будем искать жертву для того, чтобы понакидывать немножко урона, так как я предполагаю победу в этом бою, ну и, соответственно, посмотрим с вами по результатам фарма. Лично мне Левчик очень сильно заходит, в ангаре он у меня уже очень давно, я его еще покупал тогда, когда он стоил, ну очень-очень дорого, и до сих пор довольно часто играю на данной машине, в частности, очень часто играю на нем, когда играю на стримах, ну и плюс к тому, когда у меня есть какие-то боевые задачи, в которых мне необходимо играть на немецкой технике на тяжелых танках, то, безусловно, беру Леву. В таком случае я не только выполняю боевые задачи, но и дополнительно серебро зарабатываю, поскольку, как я уже сказал, 185% доходности, это действительно очень крутой показатель на уровне. Ну а доходность эта дается очень легко, и особо напрягаться в боях не приходится. Так, братишка СМВ, дай в тебя еще немножечко накину, сейчас попробую показать вам точность, если получится. Ну, как вы видите, буквально, буквально на какой-то миллиметр снаряд прилетел немножечко ниже, но в целом я считаю, что для тяжелого танка это вполне себе приемлемый скос в отношении стрельбы. То есть, по крайней мере, я не замечал, чтобы у Левчика снаряды летели прям совсем по краям кругов, ну, круга разброса. Поэтому считаю, что орудие, в принципе, имеет свою вот эту типичную немецкую точность. Убегает СМВ. Интересно, кто, я или ВК? Ну, у меня не хватит Альфы, поэтому пустим сейчас ВКшника вперед, очень хочу фраг сделать. Ну, и теперь можно, в принципе, вполне спокойно добирать. Вот такой вот, ребят, абсолютно спокойный, максимально приятный, я бы сказал, ненагружающий бой, в котором я получил массу удовольствия именно от того, что играл в абсолютном спокойнике. Никуда не торопясь, не переживая ни за что, будучи уверенным в том, что танк в моих руках покажет себя, как обычно, абсолютно нормально, и я бы даже сказал, даже не нормально, а хорошо. Если мы говорим о результативности, то мой настрел за данный бой, без каких-либо там потных рук и вспотевшей спины, составляет 3000 урона, плюс 3 сделанных фрага в этом бою. Да, я добрал не до битка, но зато фраг сделал. Что можно сказать про фарм? 142 765 итогово полученных серебряных монет. Я считаю, что фарм довольно неплохой, но стоит сделать скидку на то, что у меня активирован прем-аккаунт, это первое. Ну, а во-вторых, я, честно говоря, не помню, были ли там бустеры. Сейчас похвалю наших союзников за то, что они мне составили великолепную кампанию в данной катке. Ну, и обязательно похвалим наших соперников, которые всячески пытались противостоять, ну, и дали возможность круто поиграть с ними. Итак, в отношении фарма, ребят, возвращаясь к теме, здесь у нас получается с прем-аккаунтом 142 765 и, как вы видите, без прем-аккаунта 110 тысяч. Единственное, что были бустеры кредитов, которые дали 40 с половиной косарей. В любом случае, зарабатывать на данной машине гораздо проще и гораздо удобнее, да и выгоднее, в принципе, нежели на многих других танках на восьмом уровне. Поэтому Левчика я могу однозначно рекомендовать к приобретению. А вот покупать ли его в составе набора со Шкодой Т27, ну, я думаю, для того, чтобы определиться, вам необходимо посмотреть следующее мое видео, которое выйдет буквально через полчаса, в котором я покажу Шкоду Т27 в реальных рандомных боях, точно так же, как мы это сделали сейчас с Левой. Покупать же Левчика за 6500 в голом состоянии я остро не рекомендую, ну, просто потому что не вижу никакого смысла. Он красив, но вот в этом внешнем виде, в голом состоянии, на тысячу дороже, нежели можно купить в составе крутого набора, который довольно часто появляется, простите, в нашей игре. Я побежал снимать видео про Шкоду Т27, а вы, если хотите не пропустить данный видос, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик. Надеюсь на вашу поддержку и буду благодарен еще за ваши лайки и комментарии. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok